Во-первых, хотел бы сказать телезрителям, что, учитывая, что первое заседание парламента прошло только месяц назад, плюс-минус 21 марта, как таково прошел один месяц из этих трех, в которые мы должны были договориться, сработаться все вместе или не сработаться. Поэтому, по сути, мы не можем говорить на сегодняшний момент о каком-то, не знаю, политическом кризисе в Молдове. Потому что, на самом деле, создание коалиции политических внутри парламента – это непростое дело, особенно в условиях Республики Молдова. Особенно в условиях Республики Молдова, когда практически мы имеем три партии или две партии и один блок, которые взяли довольно такие пропорциональные. Если взять один 35, другой 30, 26, это плюс-минус где-то близко, совсем близко в процентном соотношении. То есть, мы говорим о том, что вот эти все три политические силы должны каким-то образом притереться, привыкнуть, свыкнуться или найти какой-то общий компромисс. Если говорить о том, что на сегодняшний момент мы имеем какие-то переговоры с кем-то, то, конечно, нет. Хотя, на самом деле, были какие-то предложения со стороны социалистов, они очень четко были сформированы. После этого последовали наши предложения и так далее. Я думаю, что на сегодняшний день мы имеем больше на уровне просто предложений. То есть, то, что предложили партии социалистов, депутаты из парламента. Каждый выставил свой кейс. Да, каждый выставил свой кейс. После чего, я думаю, что все-таки нужно создавать вот эти группы. И учитывая, что есть начало. Есть от чего начинать. То есть, есть предложения от КУМ, есть предложения от социалистов. И нужно... Я вот в одной передаче был на Accent TV, и мы там говорили по поводу того, что у нас даже в Excel есть все документы, которые были направлены в нашу сторону от партии социалистов. И мы их рассматривали вот так. Все предложения просто физически взяли, вписали. И там написано, да, нет, да, нет, соответствует, соответствует, можем, не можем и так далее. То есть, я думаю, что политика, в принципе, по сути, она должна исходить из интересов граждан больше всего. И я не приемлю политику ради политиков, как людей. А мы когда говорим... То есть, я когда говорю про политику, это люди и проблемы людей, и каким мы видим решение вот этих проблем. Продолжение следует... Продолжение следует...